Движение, жизнь. Ты со мной разговариваешь. Где твой оптимизм? В интерактивной игре школьники пытаются ощутить состояние невесомости, в котором 108 минут провёл первый человек в мировой истории, совершивший полёт в космическое пространство Юрий Гагарин. Ракета-носитель с кораблём «Восток-1» на борту была запущена 12 апреля 1961 года. И после благополучного приземления этот день в стране был объявлен праздником – Днём космонавтики. Прежде всего, это гордость, потому что это человек первый, который побывал в космосе. Гражданин Советского Союза. Этот человек был добродушный, добрый. На этой фотографии запечатлён первый отряд, состоявший из 12 космонавтов. Здесь они только готовятся к полёту и не знают, кому из них суждено прославить свою страну на весь мир. Первый космический полёт вызвал большой интерес западных стран, а Юрий Гагарин превратился в мировую знаменитость. По легенде, ему приходилось носить с собой запасные пуговицы, потому что поклонницы постоянно отрывали их у него с пиджака на память. А когда в СССР приехала не менее знаменитая актриса Джина Лалабриджида, она захотела встретиться с Юрием Гагариным и запечатлела на его щеке пламенный поцелуй. Интересные факты биографии космонавта рассказали школьникам. Он был добрым, смелым человеком, впервые полетел в космос. Объясненный мужчина, мне кажется, он ничего не боялся. Интересно для ребят, интересно для меня, интересно с точки зрения общения детей, взрослых людей, между которыми ещё возникает такой пласт, как, наверное, книга. Чтобы дети знали о подвиге Юрия Гагарина, для них регулярно проводят интерактивные игры. В этот раз встреча была посвящена 90-летию со дня рождения космонавта. Виктория Шара, Игорь Казановский. События.